Мумия фараона Сам эпитет «фараон» или «фир-аун» когда-то применялся по отношению к дворцу правителя Египта, но со временем значение эпитета трансформировалось и стало употребляться как титул египетских владык. Ересь египтян достигла таких масштабов, что фараон в их представлении был наместником и воплощением Бога. «Аллах не спасал египтянам пророка Мусу, Моисея в библейской традиции, дабы призвать людей отказаться от ереси и язычества и уверовать в единого Господа. Однако фараон ответил угрозами и обвинениями во лжи на призывы пророка Мусы уверовать в единого Бога. Ослепленный гордыней фараон упорствовал в своем отрицании в гости Господа, до тех пор пока нет Господа, не обрушившись на него. Воды сомкнулись над ним и его войском, преследовавшим народ пророка Мусы. Мы перевели сынов Исраиля через море. Фараон и его войско с ненавистью и злобой погнались за ними. Но когда воды обрушились на них и готовы были поглотить их, фараон воскликнул, «Я уверовал, что нет иного божества, кроме того, в кого уверовали сыны Исраиля, и я из тех, кто предал себя его воле». Но Аллах не принял раскаяния фараона в этот мир и не признал его слов о вере, сказанных перед страхом смерти. Аллах сказал, «Только сейчас ты уверовал. Теперь ты уверовал, но раньше ты не повиновался нам и был из тех, кто нечесть сеял. Сегодня же мы спасем только твое тело, чтобы ты стал назиданием для будущих поколений, и покажем всем твое тело. Воистину, многие люди не ведают наших знамений». Вояке сообщается, что тело фараона будет спасено в качестве назидания для будущих поколений, то есть тело не должно подвергнуться тлению за все эти тысячи лет. И действительно, сегодня мумия фараона хранится и выставлена на ободрение посетителей в качестве исторического примера в усыпальнице фараонов в Каирском музее. Свершилось то, что было тут сказано 1400 лет тому назад. Редактор субтитров А.Семкин